Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами на связи я Комарач и мы с вами продолжаем играть в игрушку в стартап компани. У нас только что сейчас ушел маркетолог со своей должности и мы стараемся найти нового. Сейчас мы его привлечем и пусть трудится на благо нашей компании. Маркетолог это очень тоже хороший парень, он помогает развивать нам наш сайт, привлекает клиентов, все в таком духе. Поэтому его на самотек пускать тоже нельзя, значит сайт застопорится. Сейчас у меня есть очень хорошее, так, я думаю мы можем поставить сколько, ежедневный бюджет, нет, миллион наверное мы не можем поставить, давайте поставим, а блин, не, пусть ладно. 170 дней, так, 90 дней, 900 тысяч, да, но это как бы многовато наверное для нас будет. Давайте наверное 400, пусть 400 так и остается. 30 миллионов 700, я хочу также поглотить компанию, насколько вы знаете с предыдущей серии, но компанию поглотить не так-то просто. Они очень интересно лоббируются как-то, ныкают свои акции. Вот кстати, если мы сейчас продадим 32, мы будем в плюсе. Вот даже сейчас, хорошо, давайте продадим все их акции и будем в плюсе. Почему нет? Все, мы продали, мы как бы вроде и потеряли, в то же время мы заработали. 129 миллионов, 130, отлично, тогда надо думать, что думать, может вот это мы сможем выкупить? 47 миллионов, давайте попробуем выкупить вот эту компанию. Поглощение, сможем мы ее поглотить? Смотрите, видите, выбранные сайты отличаются от сайтов конкурентов, объединить их нельзя. Вот и все, вот и вся любовь, как говорится. Короче, мы можем только в потоковой передаче, ну как-то там вершить свои дела здесь, нет. Значит будем ждать, когда повысится акция, если она вообще повысится. Сейчас вроде бы рост, или я просто забил на это дело, я просто купил. Ну короче, надо немножко подождать, если будет повышение, то естественно акции продать. Это срать, полтора ляма, хрен с ними. Да, вот так в начале игры бы полтора ляма, да и хрен с ними. В начале игры там тяжко с деньгами, очень тяжко. Так, ну у нас вроде бы вообще все, какой-то фу, что он сглазит, идет великолепно, и сервера у нас отлично. Единственное, знаете, кого мы еще пока не наняли, мы не наняли последнего нашего специалиста, это менеджер по аутсорсингу. Наймем его, он должен нам продавать различные комплектующие. Вот это меня больше всего интересует, потому что мы при их помощи сможем продвигать свой сайт. Так, давай соглашаемся на повышение, хрен с тобой, точно на повышение зарплаты. Ну, премию ладно дадим, почему бы нет. Так, поиск задач, создать задачу, производство, покупая компоненты, модули, произведенные вашими конкурентами. Заработайте немного денег, продавая компоненты. Ну, давайте, так, что он будет искать? Поток нового задания. Окей, пусть ищет. Посмотрим, что он найдет. Мне очень интересно, как этот человек будет работать, что он будет делать. Что-то он, конечно, ищет, но ни хрена он не находит. Шарлатан. Что-то мне кажется, что шарлатан. Ограничение на исследуемые компоненты модуля. Если мы уберем. Найдем что-нибудь интересное. Ладно, давайте его обучим, хрен с ним. И сделаем вот так. А, смотрите, смотрите, есть, есть, да? Текущая ставка. Истекший, истекший. О, блин, а? Ну, такое все незначительное, слушайте, прям вообще, я даже не знаю. Как-то... Вы потеряли это предложение. Да, знаете, как-то даже, даже не расстроился ни хрена. Ладно. Пусть, короче, работает. Пусть смотрит. Реклама, да? Что у нас по рекламе? Давайте посмотрим. Мы не можем это делать, потому что у нас видеоматериалы не делают. Значит, мы сейчас будем добавлять в план видеоматериалы. Так, нет, неправильно. Нам нужно зайти в одного менеджера и добавить в план видеоматериалы. Чтобы начали производить. Это у нас производит, нет, и не ведущий разработчик. Маркетолог. Вот он производит видеоматериалы. Раз, два, три. Аудиоматериалы давайте тоже пусть производит. Изучение аналитики, партнерское соглашение. Короче, всю лабуду пусть производит. И он у нас, кстати, один, по-моему, этот хлопец. Наблюдение за поведением. Короче, у нас маркетолог вроде бы вообще один. Он трудится в поле воин. Он прям корпит, как проклятый. Где он у нас вообще? Вот этот, наверное, один, да? Маркетолог. Давайте, что мы сделаем? Сколько у нас еще? Мы можем трои. Двои. Давайте еще двоих маркетологов на нем. Пусть они наш сайт продвигают. Потому что мы конкурента поглотить своего пока что не можем. С деньгами напряг. Как бы не сказать, что сильно напряг, но напряг. Давайте. Двоих маркетологов. По зарплате мы их обижать не видим. Мы никого не обижаем, по-моему, по зарплате. Вообще всем бабки платим колоссальные. Такие, что я бы сам пошел бы туда работать. Я бы там за троих бы работал, если бы мне такие бабки платили. Все. У нас загружены все. Все предели. И мы не снизились меньше миллионов в день. То есть 30 миллионов в месяц мы имеем. И имеем хорошо. Мы в принципе можем открывать второй сайт. Онлайн покупки. Социальные сети. Потоковая передача. Обмен видео. Даже не знаю. Вообще открывать второй сайт или не открывать. Или будем одним врываться в топы еще куда-то. Давайте будем повышать пока что прямую трансляцию. На сотку можем? Не можем. Не хватает у нас сетевой компонент. Разработчик он его делает. Дефицит у нас с этой ерундой. На 700. Функция обмена. На 700. По чуть-чуть. Никуда не спеша. 730. Тут тоже 730. Давайте добавим. Великолепно. Что предлагают? 82. Модуль поиска. У нас вообще такого нет. Зря мы его, короче, купили. Этого парня. Он у нас находит предложение. Но они нас вообще не интересуют. Ни капли. Эти предложения. И они нам вообще... То есть гроши. Все гроши. Они за них торгуются. Что такое 300 тысяч для нас сейчас? Так, мы можем купить, да? Вот эту ерунду. И не можем. Ладно. Фиг с ними. Пофигу. Давайте лучше посмотрим на наших конкурентов. Вот на вот этого парня. Рост по акциям 161. Опять мы не можем. Я не понимаю, почему больше, почему всегда у них рост. Постоянный рост. Я не понимаю. Что я делаю не так? Не могу никак их превзойти. 30 миллионов. И потенциал наш это 106 миллионов. Офигеть. Давайте глянем объявления. Практически вышли, вышли на те показатели, которые есть. То есть понятно, да, что мы немножечко платим по штрафам. Но это ерунда. То есть нас это вообще не волнует. Потому что деньги мы получаем феноменально. Вот здесь уже 88 миллионов. В принципе можно уже менять контракт. Как я уже и говорил. Нужно внимательно следить рекламные баннеры. Здесь смотрите. 40 у нас контракта. У нас уже 87. Переходим к сотруднику. И запоминаем 7.40 цену. И 88. И сейчас мы будем. Ставим вот так вот. Х1 скорость. Так будет проще. И ставим на 80. Ну, вот так. Опа, 90. Нормально. Все. И теперь мы ищем предложение, которое нас устроит. 7.40. То есть нам надо где-то за 5 тысяч искать предложение вот здесь по рекламным баннерам. Это будет, конечно, не так просто. Но найти такое предложение возможно. Поэтому ищем. 4.50. По-моему, максимально было 6. По-моему, если не ошибаюсь. 5.10. Вот это все удаляем до 5.10. Вот так. И оставляем. И оставляем. Замечательно. 5.85. Это вообще сладкое предложение. 6. Вот за 6 уже можно, 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 так только теперь автопродление убираем. За 6 можно договориться. Я думаю, спокойно можно будет поднять цену до 8. СМИ. Сейчас посмотрим. Получится или нет. И 90 показов. Мы на 90 показов пока не выходим. Но меня это как-то вообще, честно, ни капли не волнует. Текстовые объявления нет. Рекламные баннеры. Не выходим мы. Ну, мне и плевать. 6.60 предлагают. Давайте обсуждать. 6.60 нет. Ну, давай, друг, по-серьезному. 8.70. 7.10. Видите, вообще великолепно. Я думаю, мы сейчас к той сумме, даже, наверное, больше, которая у нас была, мы придем. Плюс у нас больше просмотров. 7.40 нет. Давай больше. 7.50. Но он расстраивается, расстраивается уже немножко. Ну, ничего, пусть расстраивается, ничего страшного. Плати за рекламу. Хочешь, чтобы у тебя там где-то рост там сайту или продукт. Global Car. Какая-то глобальная машина какая-то, не знаю. Парц. 7.90. Он соглашается на 7.90. Это замечательный контракт. Не забываем ставить продление. Все, мы его сделали, как говорится. Теперь нам главное поднять свой сайт. Давайте посмотрим по рекламным роликам. 45. Еще маловато. Надо бы, надо бы. И именно, наверное, даже не знаю на что. Да, на посадочную страницу так же и будем ванговать. Я думаю, будет нормально. Блин, вот я не понимаю. Люди предлагают свое софинансирование, долевое участие. Зачем? Зачем вы мне предлагаете такую ерунду? Смотрите, прибыль. Да, полуляма выросла. Не считая того, что еще штрафы там платят. Зачем вы мне не нужны? У меня в заработок в день полтора миллиона долларов. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Какое софинансирование и долевое участие за 3 тысячи за процент. Ой, 3 миллиона. 19 миллионов. Ну, это ж вообще. Я даже не знаю. Конечно, я уверен. Я являюсь вообще хозяином своей компании. Я бы никогда в жизни так не поступил. Что в игре, что в реале. В реале так вообще не знаю. Так, компоненты, которые нужны для улучшения. А ну-ка, давайте-ка мы сейчас вот этого парня задействуем. Вот это уберем. Отмена. И теперь ускорьте своего производства, покупая компоненты. Так. Так. Что нам нужно? Каждый компонент будет увеличивать взнос на 30 долларов. Ладно. Давайте, что сделаем. Мы метнемся сейчас в наш серверный. И посмотрим, какие компоненты нам нужны. Во-первых, мы сейчас настроим его. Ой, да у нас тут вообще как бы отлично, я хочу сказать. После того, как мы наняли людей, у нас вообще пошло нормально. Ну, как нормально. Не сильно нормально, но... Так, виртуальный контейнер нам нужен, кластер нужен и ролевое управление. Так. Виртуальный контейнер, кластер и управление. Окей, друг, давай. Надо найти. Виртуальный контейнер. Так. Вот что, полистали? Нет. Нет. Полистаем, полистаем. Вот, виртуальный контейнер. Один. Один это не серьезно. Нам нужно... Нам нужно. Ну, сколько нужно? Как вы думаете? Ну, давайте 500. Это нормально, я согласен. Кластер теперь нам нужен, они там все рядышком, это хорошо. Так, вот он. Вот он, родной. Кластер. Тоже 500. Зачем нам такие маленькие цифры? 500. 3 ляма стоит. Ну, ну. Ну, а что делать? Сервера нынче дорогие, придется платить. Придется платить. Ага, мы пролистали с вами. И нам нужно рулевое управление. Тоже 500. Я думаю, лямов 10 нам это все обойдется. Не, даже не так. Среднее. Там, то есть, быстро, смотрите, срок сдачи. Дорого. 30 м... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Это через чу. Ну, давайте сделаем. Я жадный, жадный. 12 лямов. Срок сдачи... Да какой 700? Вася, вы че, вообще вальтанулися? Нет, конечно. Срок сдачи... 313 это максимально? Ммм... А я думал, одной закупкой мы все это оформим. Хорошо, если по сотке сделаем. Давайте сделаем по сотке. Просто ради интереса. И сделаем очень дорого. 63 дня. Окей, давайте отправляем задачу. Так, предлагают. Осталось 8, 5, 700. Неплохо, неплохо. Задача в ожидании доставки. Ноль проблем, давайте. Пусть они доставляют. Штраф будет, если мы как бы не согласимся по задаче. Это вообще без бэй, ребята. Доставляйте. У меня денег хватит вам выплатить. Уж поверьте. Полтора миллиона зарабатываем. Так, а теперь с рекламой. Давайте разберемся, что с рекламой. Не хватает. На рекламные ролики нам радио. Тоже не хватает. Долговато делают. И реклама на ТВ. Тоже пока что... Пока что... Габела. Рекламные баннеры. Почтовые рассылки. Рекламные баннеры. Текстовые объявления. Вот это не заказывали. Давайте закажем напрямую трансляцию. Возраст любой. Создадим компанию. Текстовые объявления. Рекламные баннеры. Тысяча. Нет. Тысяча. Мы уже ушли от того, что тысяча. Давайте делать по 5 тысяч. Чтобы у нас был... Хотя, даже можно вообще сделать 10. Давайте сделаем 10. И я думаю, с нашими деньгами, которые у нас сейчас есть, можно вообще не переживать. Вот правда. 10 тысяч. Почтовые рассылки. Но они не очень так хорошо помогают. Но и делаем. И сколько у нас получается по деньгам? Да мы практически ничего вообще не теряем. Пошло дело в рост. Пошло. О, гляньте как пошло. Отлично. Еще потом, когда будет видео, еще потом на видео. А на видео мы 20 тысяч потратим. А то даже больше долларов. Смотрите, сколько мы тратим в месяц денег. Транзакции. На одну рекламу. Рекламная кампания. Как у нас вообще бабки уходят. Ну, у нас и заработок идет. Правда, штраф по одному. Но это вообще не страшно. Пусть идет штраф. Теперь нам нужно пробовать поглощать нашего конкурента. Это, кстати, людям давно не выплачивал бонусы. Так, заплатить бонусы. Наработали на 38 тысяч. Отлично. И тут же мы смотрим обучение. Вот кого, допустим, необходимо. Необходимо. Вот. Видите? Вот обучение. Он повысился. Все. Повышаем. Это какие-то старые наши вообще сотрудники. Я не знаю. Наверное, давно работает. Один из самых таких первых. Потому что в основном сейчас все эксперты. Их не надо обучать. Но если такие есть, как бы не надо их пропускать. Потому что скорость. От этого зависит их скорость работы. Ваше время. Ждем. Ждем. Четко. Все у нас четко. Лучше быть не может. На 30. Достигнутый потенциал 31%. 31%. Но это не потенциал, я вам хочу сказать. Так. Я думаю, до 800 можно повысить страницу. Сейчас повысим. Да. Все замечательно. Что могу сказать? Пошли вообще сейчас завороты конкретные. Нас дедосят по полной программе. Я не знаю. Пытаются убить. Как-то свалить мой сайт. Мою прямую трансляцию. Но я никак не поддаюсь на это действие. То есть вообще ни при каких обстоятельствах. Стараюсь удержать свое лидерство. 776. Страницу надо значит еще. Пока получается. Получается. И потенциал наш тоже растет потихоньку. То есть все четко. 860. И... А, ну здесь до 900 можно, наверное, поднять. Если получится. Вот. Нормально. Все в пределах разума. Смотрите. 144 тысячи. Ой. Миллионов. Миллионов. Не тысячи. А миллионов. Я пока не знаю с фирмой. Вот правда. Что с ней делать? Рекламные ролики. Чуть-чуть не хватает. Хочу поглотить фирму. Вот. Очень сильно. Да что ж я всегда захожу сюда? Но у нее что-то вот с акциями. Вот эта вот лабуда. Дурацкая. А. Мы можем выкупить. Та Вася. Ты что? Все теперь, да? На слияние. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-тан. Отлично. Просто замечательно. На слияние. 15 миллионов пользователей. Все. Все. Это просто карта бланш. И валет Вася. Не. Класс. Это просто супер. Антиблокировщик. Так. Надо его еще повысить. А. Но мы его пока не можем повысить. Да. Почему? А почему? И нам кстати скоро уже заказ сделают. Объединение. Вот это бомба. Сейчас когда мы объединимся. Немножечко устаканимся по людям. Во-первых. Что будет? Во-первых. У нас будет огромное количество пользователей. Это раз. И два. Я даже. Вот не знаю. Нам сделают сейчас заказ вот этот. И мы сможем еще один поставить сервер. Это будет просто что-то с чем-то. И потенциал наш только растет. Растет и растет. Ах. Давайте посмотрим еще. Кого мы можем поглотить. Гляньте куда мы ушли наверх. Гляньте. На 28 место. В мире. В мировом рейтинге. На 28 место. Конечно, это пока что маловато. Хотелось бы побольше. Но в своей нише мы восьмые пока. Но это пока. Но это как компанию нашу оценивают. Ничего. Нашу компанию еще оценят по достоинству. Оценят в хорошую сумму. Все у нас будет. Как говорится. Так. Сейчас у нас хостинг. Нормально. Все четко. Всего ВБ 3 миллиона 800. Свободно 3 600. То есть мы вообще держимся. Отлично. 53 миллиона пользователя у нас после слияния. А теперь самое интересное. Надо заходить и смотреть рекламу. Просто заходить и смотреть. Сколько у нас заработок? Контракт 30. 94 миллиона. А здесь у нас 68. И естественно нужно применять фильтр. И искать новые контракты. На 94 миллиона. И выходить в топы. Ставим 93. Ну вот так вот и нормально. Все. Теперь начинаем искать. 98. 3. Нет. Нам надо минимум 5. 10. Так. 5. 10 есть. Но это на 76 миллионов. Ну как бы не устраивает. Надо 98. Да. Ооо. Пошло. 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 Смотрите. 4. 95. Вот есть. На 98 миллионов. Отлично. Меня, если честно, это устраивает. Уже. 94. Нет. Не устраивает. Нет. Нет. 5. 10. Нет. Ладно. В этом случае. Поэтому ждем. И забираем себе вот этот контракт. И посмотрим, какая у нас будет прибыль. Сейчас у нас полтора миллиона, но прибыль у нас будет больше. Я даже не знаю. Давайте я поставлю на паузу и потом посмотрим. Попался жлобяра. Попался жлобяра. Смотрите. Он как бы снизил немножко. Урод. На 4.30. То есть на 70 центов меньше. Ну хрен с ним. Будем принимать. Потому что все равно 98 миллионов. Будем соглашаться. На такую рекламу. 4.30. Ну хрен с ним. А я немножко не туда смотрел, когда выбирал. Ё-моё. Ё-моё. 4.10 вот было. Ну и ладно. Хорошо. Пусть пока будет так. Ну не сильно это как бы страшно. Это еще в пределах допустимого. Так. Теперь здесь. Здесь и здесь. 139 миллионов пользователей. Это у нас видео. Естественно сейчас мы будем все это лоббировать. И заключать нормальный контракт. 130. Ой. Уже 151. Нифига себе. Ну делаем что? 150. Нет. Нет. Блин. Попадаю сначала. А потом отпадаю. 151. Все. Блин. 160 слил. 7. 7. Предлагаю долларов. Нет. 7 меня не устраивает. Автор продлиния убираем. 7. Это по-моему мало. 8.20. Но это не серьезно ребята. 6.80 за 160. Неплохо. Неплохо. 7.80 за 97. Тоже не то. Не то. Не то пальто. Все слишком мало. Гляньте. Нас дедосят по полной программе. Нам надо ставить защиту дедос нормальной. Чтобы у нас не было падения по людям на сервере. 4 нет. 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 Все не то. Где тут нам предлагали? 4.80. Нет. 6.80. Вот у нас есть. Так. Стоять. 7. Вот. 8. Смотрите. 8 у нас есть. Давайте будем обсуждать на... Так. Рекламные ролики. Немножко. Немножко. Да. Не хватает. Но ничего страшного. Обсудить. 8.80 предлагает. Мы ему будем предлагать 12.60. Все таки мы с ним будем на 9. Так. Окей. Повышать будем цену. Пока что мы не сможем полностью этот контракт выполнять. У нас будут штрафы. Но это все ерунда. Это меркнет и бледнет. Нам главное вывести в 10 долларов. А мы выводим в 10, даже выводим в больше. В 10, в 10. Вообще великолепно. Забираем и смотрим. 2.357.000. Кто зарабатывал больше? Теперь здесь 155 миллионов на рекламе. Получается контекстно. Естественно фильтр. Тоже все подстраиваем. На 155. И ищем нормальный заказ. Который будет обеспечивать нам деньги. 7.90. Ну попытаемся где-то так же. Ох ты какая-то ошибка вылезла. Нехорошо. 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 Так нет. Нам не сюда нужно было. Нам вот тут нужно. Не понял. А что произошло? Менеджер по продажам. А, он как раз-то, он ушел. Ё-моё. Я думаю, что за ошибка? Он, короче, сварил. Ладно. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу серию. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Мы и я. Мы и с вами я. Огромное вам спасибо. И до скорых встреч. Пока.